Пластмассовые китайские колеса фирмы Патриот. Но зато не изменилась цена. Как была 27500, так и осталась. На мотоблоке салют. У нас тоже будет стоять китайская резина. Я вот здесь вот немножко, только что этими мотоблоками поводил. И уже вот видите, вот такие вот следы. То есть уже часть резины осталась прямо на полу. Резина, конечно, полная Г, что тут говорить. В комплекте мотоблока фагат. Мы видим хорошие, добротные четыре почвы фрезы. За охватом чуть меньше 80 сантиметров. Фрезы идеальные, подходят для любой земли. Копать будет просто супер. Даже гораздо лучше, чем более тяжелые мотоблоки. То в мотоблоке салют. Все это сделано гораздо продуманной. Как? Трансмиссию отсюда, с редуктора, они перенесли на рулевую колонку. Теперь у нас сама коробка передач будет находиться здесь и переключаться здесь. Если есть возможность купить такой мотоблок с профессиональным мотором, однозначно буду советовать мотор серии GX Honda, либо Brickson Stratton серии Vanguard. Это супер моторы, которые вас реально не разочаруют. Также у нас есть в разделе контакты на сайт телефон WhatsApp и Viber, куда вы тоже можете задавать разные вопросы. Если вы не сможете справиться с калькулятором транспортных компаний, которые рассчитывают стоимость доставки в разные регионы нашей большой страны, тоже можете писать туда, вам все рассчитают и подскажут, как все сделать и оформить покупку в тот или иной город. Конечно, мотоблок Агат покупать будет лучше, потому что все масла уже залиты. Если мы обратим внимание на редуктор мотоблока Агат и также на редуктор мотоблока Салют, то здесь разницы вы никакой не заметите, так как эти два редуктора разрабатывались на заводе в Губ Салют еще 20 или 30 лет назад и сделаны по одному и тому же лекалу, по одним и чем же чертежам. Продолжение следует... Всем привет, друзья! Привет, зрители нашего канала Gardenstalk! Сегодня у нас на обзоре будет очень интересное видео. Будем сравнивать и сталкивать лбами два самых крутых мотоблока. Это мотоблок Агат, мой любимчик, и мотоблок Салют сотый. И сейчас сразу посыпятся комментарии, да что там Салют сотый, это же китайская сборка и так далее. Ничего подобного, мужики. Вот этот Салют сотый, моторы, как вы видите, стоит американский, а редуктор наш отечественный. Да, комплектующие такие, как руль, фрезы, колеса, еще какие-то там вещи собирают в Китае. Но самые две основные вещи – это двигатель, есть китайский, американский и японский, и редуктор. Это самая основная часть этого мотоблока, собираются у нас в России, поэтому здесь вопросов ноль. Итак, мотоблок Агат, они начинаются от 27500 рублей. Мотоблок Салют начинается от 31000 рублей, за что мы переплачиваем 4500. Ну, во-первых, если мы покупаем мотоблок Агат, мощность начинается таких мотоблоков от 6500 лошадиных сил. Если взять семерку, она будет на 1000 рублей ровно дороже. Это уже будет не 27500, а 28500. Мотоблоки Салют начинаются от 7 лошадиных сил. То есть разница уже не в 4500, а в 3500 рублей получается. Супер, здесь все выяснено. Теперь, коробка передач. Мотоблок Агат. Стандартная, на редукторе. Все к ней уже привыкли, все ее знают. Я ее часто очень переключаю ногой. Все это делается без проблем. Но, но, есть одно но, с которым я недавно столкнулся на видео, когда работал с щеткой перед магазином и чистил снег. Чтобы установить щетку, либо отвал, либо еще кучу другого активного навесного оборудования, нам надо развернуть рулевую колонку на 180 градусов. Зафиксировать ее здесь. А это все не проблема. Это все делается с помощью одного болта и двух минут. Дальше мы отцепляем кронштейн, и вот сюда устанавливаем нашу насадку. После чего мы работаем мотоблоком на задней передаче. Вроде бы вы хотите спросить, а какие вопросы? Ну, перевернули, работаем. А вот теперь самое интересное. После того, как мы дошли до тупика, либо до того места, где нам уже надо развернуться, нам надо переключить скорость. И вот здесь вот нам надо остановить мотоблок, подойти, включить скорость, подойти опять к рукоятке, и дальше начать работать. Если вы работаете с ножом-отвалом, который требует постоянно вперед-назад, то вот это действие вас реально замучает. Так же, как я бегал с щеткой, каждый раз я подходил, переключал, сюда подходил, потом опять подходил, переключал, и потом продолжал дальше работать. Но это издевательство, честно говоря, мне это не понравилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То в мотоблоке САЛЮТ все это сделано гораздо продуманной. Как? Трансмиссию отсюда, с редуктора, они перенесли на рулевую колонку. Теперь у нас сама коробка передач будет находиться здесь и переключаться здесь. Чем это лучше? Ну, во-первых, вам не надо тянуться сюда, либо ногой переключать. Если вы едете с телегой, держитесь за нашу рулевую колонку, то сюда коробку передач можно переключить здесь. Но самое интересное, это работа с активным навесным оборудованием. Ведь, когда мы эту рулевую колонку разворачиваем на 180 градусов, коробка передач тоже разворачивается с нами. И вот здесь-таки, как раз-таки, когда мы работаем с отвалом, с щеткой, либо роторным снегоуборщиком, нам не нужно будет бегать при каждой остановке и переключать скорость. А мы ее переключаем отсюда, что делает мотоблок гораздо удобнее в эксплуатации. Вернем мы ручки обратно и продолжим нашу дальше беседу по поводу этих двух мотоблоков. Ну что, затянул-то как, а? В души. Чтобы никуда не делось, наверное. Я не буду рассказывать про такие вещи, как там декор. Вот здесь, к примеру, видите, какие-то пластмассочки они добавили. Ну, добавили-добавили. Нам и для работы они не нужны. Я буду о самом основном разговаривать. А самое основное у нас дальше. Это колеса. Колеса на Агате у нас раньше ставили отечественные. Ну, так как идет постоянное удешевление и что-то каждый раз завод хочет изменить, у нас установили пластмассовые китайские колеса фирмы Патриот. Но зато не изменилась цена. Как была 27500, так и осталась. На мотоблоке Салют у нас тоже будет стоять китайская резина. Я вот здесь вот немножко, только что этими мотоблоками поводил. И уже, вот видите, вот такие вот следы. То есть, уже часть резины осталась прямо на полу. Резина, конечно, полная Г, что тут говорить. Что у одного, что у второго мотоблока, я думаю, в зимнее время эксплуатировать вот на этих именно покрышках вообще возможности не будет. В комплекте этих двух мотоблоков идут удлинители колес. Как большие расширители, так и вот такие вот маленькие. Это что в одном случае, что во втором случае. Если вы будете работать с какими-то грунтозацепами, либо пневмоколесами, можно сделать колею широкую, можно сделать узкую. Эта узкая колея нужна для работы с каким-то пассивным навесным оборудованием, таким как окучники, плуги, картофелевыкапыватели, подножка. Что в первом случае, что во втором случае очень удобно. Просто у нас чуть-чуть нажимаем вниз, поднимаем вверх. Это у нас рабочий режим. И в таком вот виде это режим, чтобы мотоблок у вас стоял ровно. Вы смогли какое-то техническое обслуживание произвести на нем. И у вас не было никаких проблем, чтобы он у вас не перевешивал ни в какую-то сторону, ни влевую, ни в правую. Что касается всех остальных органов управления. Здесь все как две капли воды. То есть сцепление у нас с правой стороны. Там оно выполнено вот такая вот пластиковая ручка. Кстати, запатентованная итальянская ручка, не китайская. Здесь выполнено металлическое. Ну, металлическое понадежнее, мне кажется, все-таки, в любом случае, чем пластиковое. И тросик. Вот здесь вот тросик весь вот этот пластмассовый все сделано. Кстати, многие писали, что надо его скоро будет менять, что это не очень надежно. Здесь у нас в металле сделано все-таки поинтереснее. Ну, плюс-минус одно и то же, честно говоря, разницы не имеет. Что касается привода. Как вы все знаете, редуктора у этих мотоблоков шестеренчатые. Привод идет сцепление на мотоблок, идет ременного типа. Здесь идут обычные ремешки. Самые простые А-профиля. Два ремня на привод будет. У мотоблока Салют тоже два ремня на привод. Но ремешки, можно сказать, чуть-чуть получше. Они уже идут у нас вот такого вида. Более эластичные, зубчатые, как они называются. И ходят они, по идее, должны дольше ходить. В комплекте мотоблоков Агат идет два ремня запасных. В комплекте мотоблоков Салют идет один ремень запасной. Ну, видимо, инженеры этого завода посчитали, что и одного ремня хватит, что он и так дольше проходит. Теперь переходим к комплектации этих мотоблоков. В комплекте мотоблоков Агат мы видим хорошие, добротные четыре почву фрезы. За охватом чуть меньше 80 сантиметров. Фреза идеальная, подходит для любой земли. Копать будет просто супер. Даже гораздо лучше, чем более тяжелые мотоблоки. Суперские фрезы, вопросов к ним нет. Но если захотите увеличить захват, надо покупать дополнительные фрезы, а они стоят 2 990 рублей. У мотоблоков Салют. В комплекте идут китайские фрезы. Да, мне они, конечно, нравятся меньше, но у этих фрез есть огромный плюс. Во-первых, вы можете здесь задать регулировку. Видите, здесь три секции. Можно одну секцию сделать, можно две секции сделать и также сразу три секции в работе. Также по бокам добавлены плоскорезы. И это еще их называют ограничителями. Для чего они нужны? Если у вас на огороде растет какое-то растение, дерево, которое вы там берегли или леяли, и не хотите, чтобы повредили фрезы мотоблока его, надевайте вот такие ограничители, проходите рядом с вашим посаженным деревом и не будете бояться, что повредит корневище. Потому что именно эти ограничители служат защитой для ваших растений. Итак, мы выяснили, что в комплекте мотоблоков Салют. Комплектация богаче за счет фрез. Мы выяснили, что коробка передач здесь гораздо удобнее. Разница в цене мы поняли, что составляет 3,5 тысячи. Но если мы докупаем сюда дополнительные фрезы, то разницы в цене совершенно никакой нет. То есть она будет одинаковая. И на выходе будет получаться около 31 тысячи рублей. Но какие еще я хочу отметить детали? Мотоблоки Агат у нас поставляются только с бытовыми, либо с коммерческими моторами. Что это значит? Вы здесь не купите никогда этот мотоблок с профессиональным мотором. Мотоблоки Салют на российский рынок поставляются с коммерческими, с бытовыми и также с профессиональными моторчиками. На борту мотоблока Агат вы можете увидеть бытовые моторы фирмы LeFan либо Хаммерман мощностью 6,5 или 7 лошадиных сил. Также есть два коммерческих мотора. Это двигатель Brickson Stratton серии IC и также хондовский мотор серии GP. Хорошие коммерческие моторы с хорошим моторесурсом, не превышающим 2000 моточасов. На мотоблоке Салют в принципе аналогичная ситуация. Есть бытовые моторы. Это китайский мотор, хвоздан мощностью 7 лошадиных сил. Также коммерческие моторы. Это будет точно такой же мотор Brickson Stratton серии IC, либо мотор Koehler. И также есть профессиональные моторы. Это хонда серии GX. Это тот мотор, который мы увидим на мотоблоке MTZ Беларусь. Тот же самый мотор серии GX. И также всеми любимый, знакомый вами, суперкрутой мотор серии Vanguard. Это американский легендарный мотор. Мне он, знаете, чем запомнился очень хорошо? Мне один человек пришел и говорит, знаете, я мотоблоком 3 года не пользовался. В него, по-моему, там бензин то ли 92, то ли 80 заливал. Подошел, завел, он мне с первого раза завелся. Вот этим запоминаются такие моторы серии Vanguard. Это суперкрутые моторы с очень огромным моторесурсом на отказ. Практически в 5000 моточасов. Да, и заводятся они как хорошо в минусовую температуру, так же и хорошо в плюсовую температуру. Если есть возможность купить такой мотоблок с профессиональным мотором, однозначно буду советовать мотор серии GX Honda, либо Brickson Stratton серии Vanguard. Это супермоторы, которые вас реально не разочаруют. Теперь переходим к задней части мотоблока. Это сошник и как он устроен. В принципе, устройство совершенно аналогичное, что в первом, что во втором случае. Это два шкварня, которые крепятся на шплинт. Вытаскиваем, одеваем сюда сцепку, которая регулирует угол атаки. И так же одеваем плуг, либо окучник. Там то же самое. Есть сошник, на нем есть разные диапазоны заглубления. Тем самым вы можете отрегулировать глубину вспашки. Что в первом, что во втором случае. Все это как две капли воды сделано. Если замерить толщину металла и так далее, виски везде одинаковые. Только отличаются самим вот этим вот переключением передач. Кстати, если обратите внимание, как это все выполнено, вот здесь вот можно посмотреть. То есть у нас тот же самый вал выходит от редуктора. И здесь идет зацепление этой коробки передач. Сейчас я ее попереключаю. Вы посмотрите. Вот она у нас переключается. А в случае Агата у нас просто здесь рукоятка, которая будет непосредственно переключать эту коробку передач. То есть в принципе разницы по сути никакой нет. Но здесь просто она выведена, чтобы переключать ее дистанционно. Если мы обратим внимание на редуктор мотоблока Агат и так же на редуктор мотоблока Салют, то здесь разницы вы никакой не заметите. Так как эти два редуктора разрабатывались на заводе в Губ Салют еще 20-30 лет назад и сделаны по одному и тому же лекалу, по одним и чем же чертежам. Разницы никакой не будет. За исключением какого момента. Все мотоблоки Агат приходят заправленные маслом в редукторе, маслом в картере двигателя. Если мы открутим и посмотрим заправку масла, то мы увидим, что щуп у нас будет целиком в масле. Отлично. Масло заправлено. Также если мы откроем инструкцию на русском языке, то мы увидим, что этот мотоблок проверялся, кто его проверял и какого числа эта проверка происходила. Но очень хитрая вещь какая написана. Надо проверить также масло в редукторе самого мотоблока. Каким способом это делается в Агате? Вам надо слить масло в какую-то емкость, посмотреть сколько его там по уровню и залить сюда. Либо литр 200, либо литр 800. Я, честно говоря, не помню, сколько заливается в редукторе. Но это все можно посмотреть в инструкции, об этом написано. А если рассмотреть мотоблок «Салют», то здесь масло будет не залито ни в картер двигателя, ни в редуктор самого мотоблока. Обязательно перед покупкой заливаем масло в мотор. Не забываем этого сделать, либо сразу получите клин. И также масло в редуктор. Но, чтобы померить масло в редукторе, в мотоблок «Салют» кладут вот такой вот замечательный щуп. Вроде вещь маломальская, но очень удобно мерить уровень масла в редукторе. Я бы сказал, такой небольшой плюсик. Ну, разницы в принципе нет. Конечно, мотоблок «Агат» покупать будет лучше, потому что все масла уже залиты. Но если вам требуется транспортировка мотоблока, и вам надо перевернуть мотоблок куда-то в сторону, либо на бок положить, то здесь, конечно, только мотоблок «Салют», потому что он не будет заправлен никакими маслами. При транспортировке, если вам какие-то дальние расстояния перевозить нужно, лучше рассматривайте мотоблок «Салют», потому что, в принципе, разницы между двумя этими мотоблоками нет никакой. Но транспортировать его будет легче и проще Я не хочу акцентировать внимание на такие мелочи Как, к примеру, пластиковые крылья, металлические крылья Ну, на всякую мелочь Я не буду про нее говорить Самое основное я вам рассказал Ну и, конечно, в конце видео у меня каждый из вас спросит Какой бы взял мотоблок я себе Конечно, я люблю отечественного производителя И смотрю в сторону Агат Но после последней работы с щеткой Я реально задумываюсь вот про вот эту трансмиссию И теперь, честно говоря, я хочу этот мотоблок вытащить на улицу Поэтому, кто не подписан на наш канал Обязательно сделайте это прямо сейчас Потому что в скором будущем этот мотоблок обязательно с вами вместе протестируем С какой-нибудь насадкой, типа снегоуборщик, либо отвал Я вам покажу, насколько удобна эта коробка передач И насколько ей удобно пользоваться И сейчас я действительно смотрю в сторону Салюта Потому что, что, редуктор наш отечественный Мотор я любой могу выбрать, даже профессиональный Это лучше А что касается фреза, также сделаем обязательно тест-драйв летом Покажем вам, как эти фрезы в работе себя ведут Ну, честно говоря, я смотрел много обзоров в ютубе на этот мотоблок И все люди хвалят эти фрезы Поэтому будем тестировать, будем смотреть, что тут еще вам говорить От вас же я жду комментарии обязательно По поводу мотоблока Агат По поводу мотоблока Салют Какой бы вы себе лично купили мотоблок Но перед комментарием обязательно скажу Если вы выбрали мотоблок Агат и пишите Да, мотоблок Агат выберу Обязательно аргументируйте, почему Если вы выбрали мотоблок Салют Тоже обязательно пишите, почему Также, если вы пользователь одного или второго мотоблока Напишите, какие вас радуют преимущества в этом мотоблоке И что вам вообще нравится в работе этого мотоблока Я думаю, для всех будет полезна эта информация Если у вас есть какие-то вопросы ко мне Тоже пишите их в комментарии В принципе, все рассказал Если есть что-то дополнить Тоже пишите в комментарии Если хотите посмотреть вживую на эти два мотоблока Ну, вы знаете, где мы находимся По адресу Московская область, Пушкинский район Село Тарасовка, улица Большая, Тарасовская, дом 81 Приезжайте, смотрите, знакомьтесь с этими мотоблоками Ценовая политика от 27 тысяч, от 31 тысячи Это я уже проговорил Но есть очень важный момент, про который я тоже хочу акцентировать внимание Коробка у мотоблока Агат Будет по габаритам больше И занимает, если расчет транспортной компании, 0,4 куба Вес брутто 100 килограмм Коробка у мотоблока Салют Будет гораздо компактнее И занимает по размеру 0,3 куба Если вы хотите отправить этот мотоблок Куда-то там, в Белоруссию, в Казахстан Либо куда-то в другую страну Либо на Дальний Восток К примеру, Сахалин, либо Владивосток Либо куча других российских городов То мотоблок Салют вам будет сделать дешевле Потому что кубатура у этого мотоблока меньше И при расходе конечном Я думаю, они в цене будут одинаковы совершенно Обязательно ссылки на мотоблоке Агат И на мотолоке Салют я оставлю в описании Где вы сможете подробно ознакомиться Со всей ценовой политикой одного и второго завода Подобрать себе какое-то дополнительное оборудование И если будут вопросы, написать обязательно мне их в комментарии Также у нас есть в разделе контакта на сайт Телефон WhatsApp и Viber Куда вы тоже можете задавать разные вопросы Если вы не сможете справиться с калькулятором транспортных компаний Которые рассчитывают стоимость доставки в разные регионы нашей большой страны Тоже можете писать туда Вам все рассчитают и подскажут, как все сделать И оформить покупку в тот или иной город С вами же был Алексей До новых встреч До свидания Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!